Всем привет! С вами Оксана. Я сегодня хотела рассказать об особенностях родов в четвертом роддоме. Лично мне было бы очень полезно услышать такое видео перед родами. Если вы собираетесь рожать в этом роддоме в Москве, или вы сомневаетесь рожать ли там, то, возможно, после видео вы примете решение. Этот роддом позиционирует себя как за естественные роды, и действительно в нем врачи стараются сделать все, чтобы роженица родила естественным путем. Но, наверное, не всегда это получается, и поэтому нужно знать, какие особенности, и когда уже идешь рожать, быть осведомленным о многих вопросах. Я рожала по ОМС, без контракта, потому что мне казалось, неужели можно купить повышенное внимание или какие-то лучшие результаты родов, рождение ребенка, это же такой процесс, такой чудесный и естественный, ничего уже не сделаешь за деньги лучше. Но, возможно, я ошибалась, наверное, первые роды, если есть возможность, лучше сделать контракт, и тогда просто с вами врачи, акушерка будут непрерывно, непрерывно, и это большая помощь и поддержка, возможно, это лучше. Хотя у меня и так все прошло хорошо, так что, девушки, если нет возможности, не нужно об этом много думать. И можете пойти рожать просто по родовому сертификату в этом роддоме, и так все будет, я считаю, хорошо. На дежурную бригаду контракт я не вижу смысла делать, мне кажется, дежурная бригада и так будет внимательно относиться, и я так думаю, никто не хочет в роддоме, в любом роддоме, навредить вам и малышу. Все будет сделано, насколько возможно, правильно. Но нужно знать определенные вещи. Например, готовы ли вы делать себе эпидуральную анестезию? Насколько вам это нужно? Сможете ли вы справиться сами? Нужно, наверное, этот вопрос заранее решить, постараться более конкретно для себя определить, что да или нет. Хотите ли, чтобы вам кололи окситоцин? Потому что многим колят и там тоже, для стимуляции. Ну, нужно почитать и выяснить, если что, можно и отказаться, или попросить, ну подождите, не колите, давайте подождем. Они все люди. Потом прокол пузыря. Я, допустим, для себя решила, что до 6 сантиметров, 5-6, все-таки его не нужно прокалывать. И стараться отговаривать врачей, если они настаивают. Потому что может случиться, что ребенок потом будет без воды, схватки будут идти, а врачи будут бояться, и в итоге может дойти и до кесарева. То есть, а в 6 сантиметров уже, скорее всего, схватки не прекратятся, и это только усилит роды. Если вы устали, если вы уже долго в родах, то, может быть, это и будет оптимальным решением. Также, когда перерезать пополину. В первый род мне перерезали ее сразу. Они сказали, я даже закричала, подождите, не режьте. А врач мне сказал, а зачем она вам? Ну и в этом состоянии я уже спорить ей не могла особо, и ее перерезали. В этот раз я надеюсь, что я смогу немного более настойчиво себя повести и сказать, ну давайте немного подождем, пусть она отпульсирует, торопиться. Конечно, им есть куда торопиться, у них очень большой поток в четвертом роддоме. Но можно подождать хотя бы минут 10, ведь еще рождается плацента, еще очень много манипуляций, не обязательно ее перерезать. Также, когда приложат к груди, очень важно, чтобы сразу ребеночка положили и приложили к груди. Вы должны понимать, что у них рабочая суета, и они могут вам положить сначала, а потом сразу унести, ну и вы потом это время потеряете. Эти полчаса, 40 минут даже могут унести, измерять, взвешивать. Все-таки попросите сразу, чтобы вам положили, и скажите, дайте нам немножко времени побыть с малышом. Это для него стресс, он почувствует ваше тепло и успокоится. Это очень важно. То есть кое-какие моменты вам придется все равно проконтролировать. Если вы рожаете не по контракту, если вы самостоятельно идете по ОМС, то заранее это обдумайте. Но ребеночек будет с вами в этом роддоме, его не забирают совсем, как положат вам на животик. На 10 минуточек заберут в соседний кабинет, измерить, взвесить. И потом уже все. Вы его мама, вы о нем заботитесь, вы его подмываете, вы его пеленаете. Максимум, что это, вам могут немного помочь. И это тоже немного, конечно, сложно, потому что после родов ты, я не знаю, как другие девушки, некоторые очень быстро восстанавливаются. Но пару суток большая слабость. У меня была большая слабость, головокружение. И тяжеловато было, конечно, еще и первый раз брать ребеночка. Я боялась его даже упустить. Там будут такие люлечки, они стеклянные, прозрачные. Вы видите малыша, даже если лежите в кровати. Лежите, кстати, на животике почаще. И эту люлечку вы можете катать. Это очень удобно. Вы можете ее подкатить к раковине, и там его подмыть, и тут же положить. То есть с ребеночком, конечно, не ходите по коридорам, даже по блоку много, не ходите вначале, из-за того, что вы слабы будете. Палаты очень хорошие. Я попала в палату с девушкой еще одной, мы вдвоем там были. И в соседней палате еще одноместная, одна девушка была. То есть вот эти две палаты, они соединены блоком, и в них один санузин, туалет и душ. И еще отдельно раковина стоит, потому что она часто нужна. И я так думаю, что ничего ей не нужно. В общем-то, в эти три дня все очень хорошо, хорошие кровати, очень чисто убирают два раза в день, кварцуют. И медперсонал помогает. Если что-то у вас не получается, если это первый ваш малыш, обязательно вам помогут. С нами они были очень дружелюбными. Кормят очень хорошо, но воды дают мало. Вода есть в кулере на этаже. Мне, например, было очень тяжело ходить. Для меня это был большой стресс вообще пройтись метров десять. И у меня не было бутылки, поэтому я шла с чашкой туда-обратно, и мне было тяжело. Поэтому, может быть, есть... Я почему-то не попросила мужа мне воды передать. Есть смысл прям запастись вам водой. В эту сумку, в палату несколько бутылок взять, потому что вам будут давать с едой, там, чай, компот, воду простую не давали. А воды нужно пить побольше, ведь это очищение организма, у вас молочко прибывает, воду нужно пить. И еще особенность этого роддома отрицательная. Это то, что там все-таки большой, очень большой поток, и поэтому они хотят избавиться от женщины, то есть ее, можно сказать, выкинуть через три дня. И поэтому они хотят, если вдруг что-то много, достаточно крови по УЗИ, не совсем очистилась матка, а за три дня она ни у кого совсем не очистится, они большинству делают чистки. Поэтому лучше, если что, уйти под расписку, проконсультироваться со своим гинекологом, но будьте аккуратны. Не нужно делать чистку во всех случаях, немножечко нужно подумать. Также хочу сказать, что все там есть для ребеночка, то есть даже если вы попадете экстренно, там очень много пеленок, каждый день приносят вот такую огромную стопку пеленок для мамы, вы можете ее использовать даже вместо прокладок, их потом очень тщательно кипятят, и такую же огромную стопку для малыша. У меня была сумка в роддом, как и у всех девушек, собрана большая, много памперсов, много одежды, я даже с собой планировала брать туда пеленок. В итоге мне ничего не понадобилось, я использовала их пеленки, это очень удобно, и я не использовала памперсы. Потому что ты запеленал малыша, он описался, обкакался, распеленал, выбросил эту пеленку, точнее, в специальную корзину положил, она обработается потом, а ребеночек твой не в памперсе, в дышащей ткани, и это очень удобно, очень естественно, и памперсы не расходуются. Так что я советую так и делать там. Разные необходимые вещи для обработки, пуповины, глазок, это все у них тоже есть, совершенно ничего не нужно было брать. В этот раз я даже не беру, если что, муж принесет, но думаю, у них ничего не изменилось. Что еще могу сказать? В общем, этот роддом мне понравился. В родах было очень внимательное отношение, они приглушали свет во время родов, это мне помогало. очень внимательно акушерка относилась ко мне, давала попить, умывала, когда уже сами роды, когда уже схватки сильные, когда ты вот в таком вот, вообще не сознании, уже в какой-то прострации, говорила, что делать, говорила, как тужиться, все-все помогало. И в общем-то, у кого я не спрашивала у девушек, ко всем относились внимательно. Единственное, много людей, у которых в итоге была и стимуляция, и эпидуралка, но это, наверное, было или по показаниям, или девушки просили. В общем-то, я даже в свои роды был момент, когда, видимо, были сильные ощущения, и я сказала, может, вы мне как-то обезболите, может быть, вы мне что-нибудь вколите, а мне строго сказали, у вас нет показаний, зачем вы сами справляетесь. И после этих слов я и не хотела уже ничего себе колоть, потому что, в общем-то, и до этого решила этого не делать. Так что я... Есть определенные нюансы в этом роддоме, есть особенности, вот насчет чистки, насчет большого потока, даже иногда говорят, что этот большой поток не позволяет ему браться, как следует, хотя я видела, что было очень чисто, и пугают тем, что вы будете лежать после родов в коридоре, там несколько часов, я лежала два часа, пока, видимо, освобождалась палата, но, может быть, это было даже для того, чтобы меня могли быстро проверить. Акушерка подходила, смотрела, вся ли плацента вышла, и это было совершенно не в тягость, ты лежишь в коридоре, около тебя врачи, ты под присмотром, у тебя, малыш, тебе ничего не нужно, это большое счастье, ты не хочешь никуда больше, ты так счастлива и рада, просто нет смысла, даже нет причин переживать об этом. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, и ставьте лайки, мне будет очень приятно, и подписывайтесь на мой канал, также на мою страничку в инстаграм, все, что я хотела сказать, я рассказала, желаю вам хорошей, легкой беременности, легких родов, не переживайте сильно о родах, после родов начинается самое важное, а в родах вам поможет врач, акушерка, и все будет хорошо. Главное настроение, главное настроиться, что в итоге всем важно, чтобы вы родили хорошо, чтобы малыш был здоров, всем и в роддоме важно, и вам важно, это общая коллективная работа, никто не хочет вам навредить. Осознайте это, и все у вас будет отлично. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok